Марья Ивановна, здрасте! Я тут это, пришёл типа сказать вам, что я больше у вас учиться не буду! Да! Это как, Тупорев, почему? Я, Марья Ивановна, это, в Америку улетаю! Дедушка просто ослеп, а у него две фермы, 15 магазинов, два завода, торговая сеть там дополнительная, ну, не справляется мужчина, поеду помогать! Тупорев, так ты напиши дедушке, чтобы он там всё продал и приехал сюда, мы над ним всем классом шефство возьмём! Марья Ивановна, не-не-не, стопэ! В письме, чёрным по белому написано, он-то всего лишь ослеп, а не с ума сошёл! Слышь, Зан Тупорева, Чё? Сегодня на перемен! Ты видел родичей твоих около кабинета директора! Так чё случилось? Я что-то не в курсах! Ха! Мы просто вчера с подружками в кабинете биологии решили коллекцию семян съесть! Ничего себе! Да! Так, дети, я проверила ваше видение дневника, держите, посмотрите отметки! Не понял! Смотри! видение дневника три! Ха! Дай ручку! Ай, бери! Смотри и учись! Ну чё, видала? А чё, так можно было? Ну да! Тупорев, а у меня четыре, чё мне делать? А ну-ка, дай сюда! Тупорев, ты просто волшебник! Ха! Обращайтесь! Йоу! Спасибо! Петюня! Тупорев! Чё? Я сейчас твою маму видела у классухи, чё натворил? Да! Там вчера анкету на уроке психологии заполняли, и в графе пол написал паркетный! Классуха, видимо, позавидовала, надо было тебе писать ламинатное! Однозначно! Йоу! Молодец, Ботанова, ты отлично справилась с этим заданием! Давай дневник! Пять! Марья Ивановна, извините! Я, кажется, забыла дома дневник! Да чё ты паришься? На! Возьми мой! Тупорев, ответь мне, пожалуйста, на такой лёгкий вопрос. Сколько будет два умножить на два? Марья Ивановна, четыре будет, я вам говорю, четыре, Марья Ивановна! Молодец, Тупорев! Вот тебе за это раз, два, три, четыре конфеты! Один, два, три, четыре! Блин! Ну, чтоб знал, сказал бы, шестнадцать! Дети, назовите мне, пожалуйста, хоть один прозрачный предмет. Марья Ивановна, это замочная скважина! Йоу! Да! Груто, Тупорев, молодец! Ещё бы, а! Затупина, ты такая молодец! Твоё домашнее задание выполнено на пятёрку, без ошибок! Эм, да, старалась, старалась. Скажи мне, пожалуйста, а ты уверена, что твоему папе никто не помогал? Как вы узнали? Затупина, почему ты ешь на уроке? Как тебе не стыдно? Марья Ивановна, на перемене жалко время терять. Ой, дети, я решила быть современной. Как все? Идти в ногу со временем. Марья Ивановна, уважуха, современной быть круто! Ага! Так а что вы, Марья Ивановна, сделаете для этого, а? Сделала не я, а сделаете вы. Доставайте все свои смартфоны, заходим в Инстаграм и дружно ставим лайки нашему директору Татьяне Николаевне. Скажите, что от меня. Хорошо, Марья Ивановна, отлично! Лайк! Лайк! Без проблем! Дети, завтра к нам в класс придет новенький исключительный ученик. Такой исключительный? Прямо исключительный меня? Йоу, такие есть? Да, дети исключительные, его уже из трех школ исключали. Внимание, вопрос. Из чего состоят следующие физические тела? Лопата, камера футбольного мяча, стакан. Слушаю внимательно. Тебя, Тупорев! Лопата состоит из молекул лопаты. Камера футбольного мяча состоит из молекул камеры футбольного мяча. Ну а стакан по-любасу состоит из молекул стакана. Да, Тупорев, век живи, век учись. Дети, я бы хотела у вас узнать следующее. Какая историческая личность потрясла вас больше всего? Кто мне ответит на такой интересный вопрос? Давай, Затупина, слушаю тебя внимательно. Майя Ивановна, меня больше всего потряс Наполеон. Вот это личность была. Кто это? Ты что, не знаешь? Ну а тебя, Тупорев, кто потряс больше всего? А меня? А меня мой отец. Когда увидел мой дневник. Ну что, дети, проверила я вашу контрольную по математике. Тупорев, ну как тебе не стыдно? Все списал у Затупиной. Ну да. А как вы догадались? Как я догадалась? Затупина в последнем вопросе написала я не знаю. А ты вместо того, чтобы написать я не знаю, написал я тоже. Дети, составьте мне, пожалуйста, предложение со словами кот и смотреть. Когда я шел и наступил коту на лапу, он закричал смотреть надо, куда наступаешь. так, дети, следующий вопрос. Что такое синоним? Синоним это такое слово, которое заменяет то слово, которое ты не знаешь. Дети, кто мне скажет, где впервые одержал победу Суворов? На 104-й странице учебника. Сегодня у нас контрольная. А калькулятором можно пользоваться? Да, можно. А транспортиром? И транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему истории России 15-й век. Доставай калькулятор и транспортир. Богатеев, почему ты так плохо учишь английский язык? А зачем он мне нужен? Что значит зачем, Богатеев? На этом языке говорит половина земного шара. И разве этого мало? Субтитры создавал DimaTorzok